Уже давно говорят о том, что мы подходим к моменту сингулярности, называют разные даты. Кто-то раньше говорил о 2040-м годе, сейчас уже говорят, что это значительно ближе, в том числе о технологической сингулярности. Казалось бы, это должно привести к обесцениванию прогнозов. Однако на практике цена качественных прогнозов только растет. Вроде бы очевидно, выигрывает тот, кто меняется быстрее, чем окружающий мир. Однако очень важно правильно угадать, куда необходимо меняться. Можно меняться быстро, но не в том направлении. Совершенно очевидно, что университеты не могут оставаться в парадигме классического образования, как бы этого ни хотелось. Я думаю, уже мало какой вуз живет в пресловутой башне слоновой кости, но требуется большего. Всем известная концепция даже исследовательского университета уже не актуальна, а понятие предпринимательского университета еще только вызревает. Университет как институция должен стать драйвером и актором новой отрасли экономики, генерации и коммерциализации инноваций. В ее основу должна быть положена одноименная комплексная технология, подкрепленная цифровыми сервисами, инфраструктурой реконфигурируемого производства инновационной продукции и исследовательского сопровождения инноваций. Научно-технические проекты не должны заканчиваться лишь отчетами, высокорейтинговыми публикациями и даже патентами. Каждый проект это как минимум один шаг в повышении уровня готовности технологий, а цепочка таких проектов или комплексный проект должен заканчиваться реальным внедрением с получением экономического эффекта или экономической выгоды от инновации. Современный университет должен стать не просто предпринимательским, университет должен стать серийным предпринимателем. Как бы это ни казалось странным, но это вполне органично именно для университета, потому что период созревания технологической инновации примерно соответствует времени подготовки специалистов. А создание и внедрение инноваций невозможно без подготовленной команды инноваторов. То есть продуктами технологии генерации и коммерциализации должны стать сами продуктовые проекты, но это проекты направленные не только на внедрение технологических инноваций, но и на подготовку команд их реализации. Сейчас глобальным трендом добавляются проблемы текущего момента, которые также являются следствием турбулентности. Санкции привели к высокой востребованности замещающих и опережающих импортные аналоги технологий и продукции. Мы оказались готовы к этому. В этом и следующем году Тольяттинский госуниверситет запускает пять производств инновационной продукции, в том числе взамен ушедшего импорта. Не буду подробно на этом останавливаться, времени не так много, но это и биорезорбируемые имплантаты из магниевых сплавов взамен ушедших немецких. Это установки ультразвуковой сварки пластмасс, которые уже внедрены и благодаря которым производится в том числе автомобиль Lada Vesta NG. Все это невозможно создать на пустом месте. Разработки так или иначе опираются на исследования научных школ, а для доведения инноваций до запуска производств нужна еще и кооперация, и консорциумы, и партнерства. Но важно и то, что новые производства в свою очередь запускают генерацию новых продуктовых проектов. То есть это цикл. И это требует технологизации и вовлечения студентов и аспирантов в проектную работу. Еще один тренд, о котором сегодня говорили, который меняет образование вообще, а высшее в частности, это цифровые технологии и онлайн образование. ТГУ является одним из лидеров высшего образования онлайн. Наша разработка системы высшего образования онлайн с контролируемым уровнем качества обучения и сопровождения удостоена премии правительства Российской Федерации в области образования. А на одноименную разработку получен патент на изобретение. Но главное не это, а то, что в ТГУ высшее образование в онлайн получает около 18 тысяч человек, причем это именно высшее образование. 60% из них живут в других регионах России, примерно полторы тысячи – это иностранцы, проживающие за границей. На мой взгляд, существует два типа экспорта образования. Первое – это когда иностранный студент приезжает в Россию. С этим в России все хорошо, хотя скорее это не экспорт образования, а импорт студентов. Образование-то остается в России, приезжают студенты. Второй тип экспорта – это когда российское образование приходит к студенту, а он остается в своей стране. Этот тип реализуется через зарубежные филиалы. Недавно на форуме Priority First были озвучены цифры. Всего за рубежом работает 32 филиала российских вузов и только 22, в которых учатся более 200 человек. Можно оценить, что иностранцев, которые не проживают в России, но при этом учатся в российских вузах, всего 8-10 тысяч человек. Это просто потому, что зарубежные филиалы дорого и неэффективны. Если в ТГУ учатся полторы тысячи иностранцев, проживающих не в России, то это примерно 15% рынка. Это иллюстрация того, что онлайн-формат – это реальная возможность экспорта отечественного высшего образования, эффективно и качественно. Собственно, Анатолий Васильевич Таркунов уже говорил о перспективах онлайн-программ. До сих пор мы работали в русскоязычном сегменте высшего образования онлайн. Сегодня мы тестируем англоязычный рынок дружественных стран. Я могу уверенно сказать, спрос есть. Но я также уверен, что нам нужно на этом рынке не конкурировать друг с другом, а выходить единым фронтом, кооперироваться, запускать совместные англоязычные программы в онлайн, использовать онлайн-курсы и виртуальные лабораторные работы друг друга. В одиночку не будет нужной скорости и эффективности. Порзень мы можем потерять окно возможностей. Важно понимать, что высшее образование онлайн – это не лекции в ВКС и не методички в ПДФ. Это радикально отличающиеся от очного образования технологии, поэтому это другое образование со своими возможностями, проблемами, плюсами, минусами, в которых нерешенных проблем и минусов становится все меньше и меньше. Это полностью измененные схемы разделения труда, как в подготовке электронных образовательных контентов и проведении занятий, так и в сопровождении учебного процесса. Это работа с цифровым следом студентов. Это технологии больших данных. Сегодня мы уже начали тестировать роботов, которые заменяют сотрудников деканата и выдают справки студентам. Это работающий 24 на 7 колл-центр, обслуживающий все часовые пояса мира, это возможность работать со студентами и с преподавателями со всего мира. Одна из проблем, которая до недавнего времени плохо решалась, это проблема внеучебных коммуникаций и социализации онлайн студентов, то есть воспитательная функция, а также возможность реализации наставничества. Но и это решаемо через создание единой гибридной среды общения во внеучебной и в проектной работе. Мы начали внедрять проектную работу в учебный процесс заочников, обучающихся в онлайн. Уже опробовали смешанные проектные команды очников и онлайнников. Получается. Очень важно помнить, что для нового поколения, его называют поколение Z, виртуальная реальность такая же реальность, как и физическая. И важно не только стремиться всеми силами вытаскивать студентов в физическую реальность, но и уметь зайти в его виртуальную реальность и научиться говорить с ним на его языке. Нам приходится меняться. Если мы хотим выигрывать мировую конкуренцию, нам надо меняться значительно быстрее, но делать это осознанно и в правильном направлении. И, конечно, ни в коем случае нельзя отвергать традиции и ломать то, что было создано. Надо отталкиваться от достигнутого и идти дальше, сохранять хорошее и создавать лучшее. Спасибо.